Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами гороховый суп с копчеными ребрышками. Для этого нам необходим горох, ребрышки копченые, морковь, лук, зелень и картофель. Горох я предварительно замочила за 2 часа до готовки, чтобы он стал более мягким и разварился в процессе, когда мы будем его готовить. Водичка у нас мутноватая, сейчас я его промою под проточной водой и добавлю кастрюльку. Горох мы уже промыли, он у нас чистенький и отправляем его в нашу водичку, которую мы поставили на огонь и ждем, чтобы оно у нас хорошенько прокипело. Готово. Промывать горох не обязательно, это сделано для того, чтобы мой бульон был более прозрачным. Так, теперь займемся другими продуктами. Продукты мы будем нарезать поэтапно, в зависимости от того, какая очередность будет их проходить. Так, достаем наши ребрышки. Это следующий ингредиент, который попадет в наш суп. Ребрышки нам необходимо порезать порционно. Маленькими кусочками, такими, чтобы было удобно кушать. В принципе, они у нас уже поделенные, да, по ребрышкам, можно будет порезать. Так. Режем также так, чтобы оно, наши ребрышки, красиво выглядели в кастрюльке. Если кусочки для вас сильно большие, вы можете их измельчить поменьше. Вот, я хочу, чтобы мои кусочки были примерно одинакового размера, поэтому такие вот длинненькие я хочу разрезать еще пополам. Так. Запах очень приятный. Я думаю, супик получится на слабо. Так, мясо мы нарезали, мы его уберем в отдельную посудку. И сами займемся приготовлением зажарочки для нашего супика. Для этого мы помоем досточку. Мы ополоснули после мяса. Так, и теперь займемся луком и морковкой. Лук мы нарезаем небольшими кусочками. Ну, и натеряем морковку на крупную терку. Нужно мелкую, по желанию. Это не принципиально. Готово. Чтобы приготовить зажарку, мы ставим нашу сковородочку на огонь. Добавляем туда маслица. Немного. Ждем, пока оно нагреется. Будем добавлять морковку и лук. Так, посмотрим, как там поживает наш суп. Как видим, у нас образуется белая пенка. В процессе приготовления нам необходимо ее убирать. Для этого мы будем использовать обычную шумовку. И убираем нашу пеночку, выбрасываем ее. Пока мы убирали пенку с нашего супика будущего, мы уже успели бросить лучок на сковороду. Нам необходимо его прожарить до той степени, когда вот эти кусочки начнут отлипать друг от друга. Тогда мы будем добавлять морковку. Если вы морковку измельчили на мелкой терочке, тогда вам необходимо добавлять ее только тогда, когда лук станет мягким. Масло молодое у нас, свежее, поэтому пенится. Вот это вкус нашего супика не испортится. Слегка помешаем, минутка делая, будем добавлять морковку. Так как морковку мы терли на крупной терке. Вот так вот. Лучок у нас уже чуть начал отделяться друг от друга, а самое время добавлять к нему нашу морковку. Добавляем морковку. Все хорошенько перемешиваем. Огонь при этом должен быть небольшой. Как сейчас модно говорить, чтобы наши овощи пассеровались, не прижаривались, а стали мягенькими. Перемешиваем и даем им возможность взаимодействовать друг с другом. В то же время поджариться. Наши морковка с луком уже пропассеровались, они стали мягенькими. Самое время их выключать. Я напомню, что нам не нужен эффект, чтобы они у нас поджарились. Морковка выпустила сок, этого достаточно. Это нам придаст желтого цвета для нашего супа. Мы выключили огонь и дадим овощам томиться, уже доходить на горячей сковородочке. Сами возвращаемся опять-таки к нашему супику. По необходимости убираем пенку. Ждем, пока он начнет закипеть. Если ваш горох будет такого сорта, что он даже в процессе того, что вы его замочили, не стал мягким, вы можете легко измельчить его с помощью блендера, чтобы получилась такая своеобразная кашица. Супик начинает закипать. Он у нас должен прокипеть где-то часа пол, даже 40 минут, чтобы горох начал уже развариваться. Только тогда мы будем добавлять уже следующий ингредиент. Пока готовится наш бульончик будущий, предлагаю заняться картофелем, чтобы не терять зря время. Картофель мы режем порционными кусочками. Кусочки должны быть такими, чтобы они помещались у нас во рту. Именно такой вот кусочек должен быть для супа и для борща. Такие небольшие. Делаем как бы заготовочки. Мяско мы уже нарезали картошкой, займемся. Если у вас горох твердых сортов, который долго варится, тогда лучше залить картошечку водой, чтобы она не потемнела. Но минус этого процесса в том, что когда мы зальем его, порежем, зальем водой, то вымывается крахмал, которым есть полезные вещества, необходимые нашему организму. Поэтому советую все-таки не заливать, а именно уже резать перед самым процессом. Нарезать уже перед самым процессом, перед тем, как будем подавать это в бульон. Нарезали. Так, молодцы. Наш супик уже отчаянно кипит. Как видим, пенка начинается уже меньше собираться. Проверяем горошек. Горошек еще у нас целый, поэтому оставляем его в покое. Опять-таки, периодически помешиваем. Готовится он у меня будет, я думаю, минуток сорок. Пока готовится на супик, опять-таки, предлагаю заняться подготовкой продуктов. Вот сейчас мы нарежем зелень. Я выбрала укроп. Для горохового супа также отлично подойдет и петрушка, тоже ароматная, свежая. Так. Желательно толстые стебельки не брать. Так вот, отделяем их. И нарезаем. Правильно, с верхушки начинать. Чтобы не было кочерыжек, вот так вот. Все красиво. Следующая заготовочка у нас готова. Один совет. Если вы хотите, чтобы быстрее разварился горох, нужно его, супик наш, накрыть крышкой. Не полностью, а приоткрыть, таким, дать возможность выходить пару. Но это будет способствовать быстрому развариванию нашего гороха. Еще один ингредиент, который мне нравится в гороховом супе, это сладкий перец. Его ложить не обязательно, но он очень вкусный, ароматный. И суп без него, ну, как-то для меня не суп. Если вы не хотите его ложить, можете не ложить. А если у вас есть еще, да еще и свеженький, почему бы и нет. Убираем косточки, зернышки, они нам не нужны. Ну и нарезаем, можно маленькими кубиками, можно дольками, в общем, как вы любите. Вот так. 40 минут уже прошло, поэтому самое время проверять наш горох. Как видим, он у нас уже разварился. Если вы хотите, чтобы он был более мелкий, можете измельчить его с помощью блендера или с помощью толкушки для картофеля-пюре. Я измельчать ничего не буду, поэтому буду добавлять уже следующие ингредиенты. Водичка у нас продолжает кипеть. Теперь добавляем сюда порезанные ребрышки. Они у нас должны прокипеть 10 минуток. И только потом мы будем добавлять картошку. Помешаем. И оставим в покое на 10 минут. 10 минуток прошло. Посмотрим, как там наши ребрышки. Я думаю, у них все отлично. Теперь будем добавлять к ним картофель, который мы уже предварительно порезали. На порционные кусочки. Оп. Добавили. И теперь будем ждать, пока наш картофель сварится. И только потом уже будем добавлять нашу зажарочку, перчик, ну и все остальные ингредиенты, которые у нас остались. Наш супик продолжает кипеть. Аромат неимоверный идет от наших ребрышек. Так, наша картошка почти уже сварилась. Она стала почти мягенькой, но еще не до конца. То есть сыроватость в ней еще присуща. Так, что мы сделаем? Вот самое время солить наш суп. Не пересырствуйте, так как наши копченые ребрышки уже были подсоленковатые. Поэтому ложим сольку. Помешиваем. Через минутку пробуем. И только тогда будем добавлять добавку соли, если это необходимо. Также вы можете поперчить супик чуть-чуть, если хотите. Тоже по вкусу. Так, буквально. Малеха, как говорят. Так, я думаю, солька уже растворилась. Можно пробовать. Можно смело добавлять. Еще чуть сольки. Хорошенько все перемешиваем. Напоминаю, картошка у нас еще не полностью сварилась. Так, и добавляем сюда нашу зажарочку, которую мы также подготовили, пока у нас сварился горох. Добавляем зажарку. Сейчас наш суп сразу поменяет цвет. Станет желтенький, красивенький. Перемешиваем. Вот так вот у нас стоит супик красивый. Ну и даем время еще покипеть, чтобы хорошенько проварилась наша картошечка и стала разваристой. Ну и самое время добавлять салатный перец, если вы будете его добавлять. Нам тоже так же необходимо, чтобы он у нас чуть-чуть проварился. Так, готово. Перемешиваем. И опять-таки оставляем на минутку, чтобы он у нас доходил в суп. Так. Проверяем наш картофель. Вынимаем. Оп. Разламывается прекрасно. Говорит о том, что уже все готово. Смотрите, какой суп у нас вышел. Наваристый, красивый, ароматный. И я вас уверяю, очень вкусный. Так, супик у нас готов. Мы его выключаем. Этому супу с копчеными ребрышками, так как и борщу, нужно настояться. Поэтому мы его выключили. Добавляем к нему зелень. Смотрите, какая интересная цветовая гамма у нас получилась сразу. Оп. Накрываем крышкой и даем ему настояться полчаса. И только потом уже будем подавать его к столу. Всем приятного аппетита! Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...